Продолжение следует... 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 Риддер слышит, вижу. Мы тоже слышим вас. Это вкратце о заседании. Также на заседании был обсужден вопрос о создании моделей выпускников. То есть для каждого региона, возможно, должна быть своя модель выпускника и так далее. То есть это те идеи, которые были высказаны на заседании. Сейчас Министерство образования все эти идеи прорабатывает. Дальше. По коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан. Я приняла участие на секционном заседании по обновлению содержания образования. Пожалуйста, презентацию Куляшна Гатаевна, Шамшидинова. И дайте, пожалуйста. Вы знаете, что в 30 школах Республики проходит апробация данного проекта. Предшкольные классы этих экспериментальных школ пошли по обновленному, на обновленное содержание. Мониторинг очень тщательно ведется. Я бы сейчас коротко хотела вам рассказать, какие основные составляющие обновленного содержания образования и через какие факторы предполагается реализация. Пожалуйста, пятый слайд. Все эти материалы будут направлены в районы или уже направлены. Если направлены, тогда вам еще удобнее будет следить за моим выступлением. Итак, основными составляющими обновленного содержания образования являются, здесь вы можете видеть, какие факторы реализации данного проекта предусматриваются, какие предметные области будут затронуты при обновлении содержания образования. Основной посыл, который был высказан Куляш Нагатаевна, это то, что и учителя, и администрация школ должны полностью измениться и изменить свои подходы вообще к образованию. От знаю, умею, понимаю нужно переходить к принципу, анализирую, синтезирую и могу применить. То есть основной посыл был такой, что полностью необходима перестройка сознания как учителя, так и администрации и совершенно другие подходы в обучении мы с вами должны использовать. Следующий слайд здесь, дальше она коротко рассказала, остановись на предыдущем слайде, коротко рассказала об уровневых программах повышения квалификации педагогических работников, которые реализуются с 2012 по 2015 годы. Дальше, пожалуйста, на восьмой слайд. Теперь предполагается новый формат курсов повышения квалификации педагогов на период с 2016 по 2018 годы по трем направлениям, то есть внутри школы по принципу равный-равному, вне школы в районах, городах организуют УРЛЕУ и НИШ, и третий принцип онлайн-обучение. То есть они предполагают, что данные три формата проведения повышения квалификации позволят сократить расходы на организацию повышения квалификации и расширить охват педагогов в соответствующем обучении. Далее, пути реализации курсов повышения квалификации. Если с 2012 по 2015 год больше шли по методикам и по технологиям обучения, то с 2016 года, начиная, будут курсы повышения квалификации по содержанию предметов и оцениванию. То есть мы уже будем переходить на содержание предметов. Здесь уже в качестве предложения о графике повышения квалификации учителей представлены. Это начальная школа. Далее, это уже по предметам в основной и старшей школе. Далее, также предполагается помимо обучения методам, технологиям и содержанию обучения, еще предполагается проводить обучение по системе оценивания. То есть Куляшна Агатаевна заострила внимание всех присутствующих на том, что на сегодняшний день учителя не умеют оценивать своих учеников. То есть необходимо пересматривать систему оценивания, полностью нужно изменить подходы, которые на сегодняшний день существуют. То есть почему двойка, почему тройка, почему пятерка, иногда не понимает ни ученик, ни сам учитель. Поэтому обучение по системе оценивания будет проходить планомерно. Вы видите, что будет пять составляющих в этой системе оценивания. Это учитель-предметник, методист, заместитель директора школы, учитель-разработчик и тестологи. То есть каждая из этих составляющих пройдет свои курсы через НИШ и через УРЛИУ. И в итоге они все вместе должны будут разработать систему оценивания. Дальше уже подробно расписано, какие функции будут возлагаться на каждого из участников данного процесса. Также ресурсы для организации курсов тоже представлены в данном раздаточном материале. И по 30 пилотным школам, коротко Куляш Нагатаевна остановилась на работе, которая ведется на сегодняшний день в 30 пилотных школах. И она отметила пилотную школу по Восточно-Казахстанской области. Я специально говорю для сотрудников отдела образования Кокпектинского района. Наша экспериментальная школа, она находится в Кокпектах, экспериментальная. Школа в селе Ульгульмалши, она не выходит в портал и не заносит свои сведения. Было отмечено как замечание в нашу сторону. Пожалуйста, отдел образования доведите до школы, до администрации школы. Далее, то есть я по данной презентации свое выступление заканчиваю. Далее, от Национальной академии образования имени Алтенсарина был презентован материал о мониторинге апробации государственного общообязательного стандарта начального образования, структура мониторинга. Целью мониторинга является оценка качества и эффективности внедрения разработанных учебных программ по обновленному содержанию образования в 30 пилотных школах. То есть полностью здесь была раскрыта структура мониторинга и первые данные, которые были получены по результатам мониторинга. Я думаю, что для наших районных отделов образования данный материал тоже будет интересен, поэтому мы его тоже к вам направляем. Дальше. Также на секции выступила Жонтаева Жангла Алпамысовна, директор департамента общего среднего образования. Она остановилась на тех изменениях, которые произошли в законе об образовании Республики Казахстан и на разработке подзаконных нормативно-правовых документов, которые призваны, которые разработаны с целью реализации изменений, которые произошли в законе. Она привела полный свод тех приказов министра образования и науки Республики Казахстан, которые вышли буквально недавно. Все новые правила, положения, которые разработаны с целью реализации нового закона изменений в закон об образовании. Поэтому данную презентацию тоже мы отправляем. Вы видите, что разработаны правила педагогической этики. Также есть правила формирования состава участников международных олимпиад, утверждение критериев оценки знаний обучающихся. То есть все те приказы, которые вышли за последние два месяца, они все тоже представлены в данной презентации. Этот материал тоже направлен к вам. Прошу изучить очень внимательно и использовать в своей работе. Дальше я бы еще хотела остановиться на том документе, который пришел из Министерства образования и науки Республики Казахстан. Вы знаете, что между Акиматом Восточно-Казахстанской области и Министерством образования и науки Республики Казахстан ежегодно подписывается меморандум по 43 показателям. 43 показателя, которые распределены в 10 разделов. На сегодняшний день от Министра образования и науки Республики Казахстан пришло письмо на имя Акима области о том, что Восточно-Казахстанская область находится в числе невыполняющих показателей данного меморандума. Сейчас коротко я вам скажу, по каким показателям мы с вами отстаем. Даниилу Кенжитаячу наложена резолюция разобраться с невыполнением показателей. И, скорее всего, на совещании с Акимами городов и районов данный вопрос будет заслушан. Вы знаете, что все наши показатели формируются по результатам вашей деятельности. Поэтому сейчас мы будем делать полный анализ показателей и те районы, которые не смогли выполнить соответствующий уровень, запланированный уровень. Скорее всего, спрос с них будет от Акима области. В целом справка написана по области, поэтому я коротко пройдусь по всем показателям, которые отмечены как отрицательные по нашей области. Соответственно, по этим же показателям мы будем анализировать и районы. Итак, самый высокий процент невыполнения показателей меморандума, заключенного между Министерством и Акиматом, показывает Акмолинская область 23%, невыполнение показателей Мангистауская 16%, Восточно-Казахстанская 14%. То есть мы в первой тройке среди невыполнивших. Далее, по общему среднему образованию, по введению в эксплуатацию школ для замены аварийных зданий школ, по плану по Восточно-Казахстанской области 12 единиц мы должны были ввести аварийных зданий школ, фактически у нас ноль. Дальше. Сокращение дефицита ученических мест по Восточно-Казахстанской области. Недостижение планового показателя отмечено по Восточно-Казахстанской области. По плану мы должны были ввести 8 единиц школ. По сокращению дефицита ученических мест фактически ввели 7 школ. За счет средств местного бюджета введены 10 объектов дополнительного образования. По плану мы должны были ввести 5 единиц объектов дополнительного образования. В Восточно-Казахстанской области введены только 2 единицы. По системе технического и профессионального образования. Доля молодежи приняты в колледже за счет госзаказа. При плане 58,5% фактически в Восточно-Казахстанской области принято 54,6% молодежи. В целом местными исполнительными органами ведется планомерная работа по реализации меморандумов. Вместе с тем, по представленным данным, отмечается невыполнение обязательств меморандумов в Акмолинской области по 10 показателям, в Мангистауской области по 7 показателям и в нашей Восточно-Казахстанской области по 6 показателям. Сейчас продиктую эти 6 показателям. 1. Охват детей от года до 6 лет в процентах, количество аварийных школ, количество введенных в эксплуатацию школ для замены аварийных зданий школ, количество введенных в эксплуатацию школ для сокращения дефицита ученических мест, охват инклюзивным образованием, доля молодежи принятой в колледже за счет госзаказа от общего количества принятых школ. По всем этим показателям сейчас мы будем делать справку для Акима области, поэтому районы будьте готовы. Мы у вас будем запрашивать соответствующую информацию по тому, каким образом вы сейчас будете исправлять сложившуюся ситуацию. Я посетила выставку, которая была организована в рамках проведения коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан. Одной из компаний, которая была представлена на данной выставке, является компания Белем Медиагрупп. Они презентовали свой образовательный ресурс вице-премьер-министра Даригену Султановне. И сейчас я видела их презентацию на выставке. Я бы хотела, чтобы наши школы, наши районы тоже послушали данную презентацию и сделали для себя выводы. Если вы скажете, что этот цифровой образовательный ресурс нам необходим, то мы дальше будем вести переговоры с данной компанией и будем работать над подключением, над приобретением лицензии для школ нашей области. Пожалуйста, у нас здесь присутствует сейчас Ашим Нартехасымжан-Улэ, управляющий директор компании Белем Медиагрупп. Вам предоставляется слово. Белем Медиагрупп Аунатор, являемся резидентами ССПИД Алатау в городе Алматы. Все программы разработаны до 2014 года. В 2014 году наши ресурсы уже представлены для реализации в школах. Сейчас по Казахстану подключено более 700 школ, используют активно данные ресурсы. Мы представляем 4 ресурса. Все они находятся в интернете. Онлайн-доступ имеется как с рабочего места в школе, так и на домашних компьютерах, планшетах, смартфонах. С использованием интерактивной доски они адаптированы под все гаджеты, которые есть. Наша философия такая, что когда приобретаются технологии в школах, идет модернизация школьного оборудования, есть необходимость показа образовательно-высококачественного контента для именно школьников, которые прошли предварительно отбор, экспертизу, которые соответствуют нашей школьной программе. Поэтому мы отходим от идеи технологий, когда все устанавливается на дисках или на флешках, потому что все в онлайне, поэтому обновление происходит каждый день. И ресурсы доступны с любого места, когда есть у учителя или у человека свой доступ. Мы работаем в двух направлениях. Работаем со школами и работаем индивидуально с каждым родителем. То есть иметь возможность подключения индивидуально каждого человека самостоятельно также. Первый ресурс, он главный наш ресурс. Он называется blimland.kz. Как транслировать это? Первый ресурс называется blimland.kz. Мы придерживаемся принципа трехязычия, поэтому весь ресурс, который представлен, он представлен на трех языках. На казахском, русском языке, идентичный контент на трех языках. Что здесь имеется? Здесь имеется подготовка к школе. Мехтепкедайндер тоже на трех языках, включая упражнения для детей, которые от трех до шести лет, а также подготовка именно к школе от трех до шести лет. Это упражнения по развитию лингвистических навыков моторики, визуальных и математических навыков. Следующее у нас это развитие нового направления для нас. Мы развиваем инклюзивное образование, контент для детей с ограниченными возможностями, с дополнительными потребностями, контент. Следующее по начальной классу это начальная математика. Начальная математика представлена на базе всемирно известного финского учебника Лас Кутайта, как эталон мировой по математике, обучению математику. Здесь пять классов представлен, но они охватывают школьную программу начальной школы. Как пример, третий класс, открывается три столбика. В каждом столбике тема представлена горизонтально. Синим цветом определены введения в тему, что использовать можно в классе или в домашних условиях. Оранжевым цветом это то, что можно делать на интерактивной доске, решать задачи в классе. И зеленым цветом представлен дополнительный материал для учителя, который он может распечатать и раздать детям во время занятия. Первый. Коллеги, хочу добавить, пока здесь сейчас настраивают. У нас в эксперименте участвуют девять наших специализированных школ. Это 25-я школа, 34-я школа, Жамбыло. То есть все наши специализированные. То есть уже по опыту мы будем смотреть дальше, как работать. В феврале месяца у нас идет внедрение. Ну, да. Погубка. У нас идет외я. У нас идет все плюс. Нет. language. Ну, да. Это единственное wet Project. демонстрируй да что первая тема введения представлена в виде анимационного ролика для детей основная тема задачи озвучивается и заслышно нет демонстрируй После каждой анимации идут упражнения для решения и работы в классе для интерактивной доски. Принимаются именно цифры, принимаются именно правильно написанные цифры, поэтому для развития каллиграфических навыков у детей. Ребенка сопровождает друг, можно его выбрать, который постоянно мотивирует его на решение задач и помогает ему для определения тех сложностей, которые могут возникнуть. Потому что система также предназначена для самостоятельной работы, когда он может дома подключиться к системе и самостоятельно работать дома в домашних условиях. Ребенок может дать себе оценку, он может сказать, если он выходит к интерактивной доске, как он справился с этой задачей. То есть он выполнил ее хорошо, или у него есть какие-то сложности, или какие-то есть сложности. Каждая страница, каждое упражнение, как вы видите, 7 упражнений, глубина до 7 страниц в упражнении. Следующий, то также упражнение представлено в следующей группе для использования интерактивной доски, можно также на компьютере, на клавиатуре, и можно на смартфонах, на телефонах использовать, планшетах. Есть, значит, правильный показ правильных ответов, можно проверить, если решается задача, и если заново запустить, можно заново задачи запустить. Дополнительной вещью является здесь дидактический материал для учителя, который он может также использовать во время урока, распечатать PDF-материалы. Как вы видите, здесь открывается PDF-материал, его можно открывать и распечатать. Здесь упражнение задачи для решения в классе. То есть каждый урок сопровождается такими материалами. Вот решение задачи. На трех языках, на казахском, русском и английском. Следующим группой предметов являются уже гуманитарные предметы. Казахский язык, английский, французский и немецкий, как второй язык обучения. Английский язык состоит из двух элементов. Все языки похожи в курс программы. Английский язык состоит из двух элементов. Это интерактивный курс и интерактивные упражнения. Интерактивный курс рассчитан для детей от первого года обучения, то есть с шести лет заканчивая двенадцатым годом. Вот семь лет обучения. Каждый урок состоит, каждый год обучения состоит из более шестидесяти анимационных упражнений, то есть курсов. Каждый курс в виде анимационного ролика рассчитан на разные темы. Здесь представлен он в виде анимационного ролика, презентация. Разработан совместно с кембриджским преподавателем Кембриджского университета, наш европейский партнер. Он представлен на английском языке. Здесь идет задача, идет анимационный ролик. Для детей от первого года обучения, то есть шести лет, потом идут следующие страницы, это уже упражнения, можно решить каждое упражнение. Значит, здесь задают задачи, здесь дают условия. Уже можно выбрать, проверить заново ключи и перейти на следующую страницу. Уже другой вид упражнений и так далее. Английский язык второй, это интерактивные упражнения. Они предназначены для детей от 12 лет и старше, рассчитаны на более грамматический словарный запас и аудирование. Стоят из трех элементов. Элементри, средний уровень и адванс, продвинутый уровень. В французском и немецком языке по аналогичному методу представлены. Следующая группа предметов, это предметы естественно научного цикла, математика, физика, химия. Сейчас уже в разработке идет биология и графия, которые будут в ближайшее время загружены на портал. Здесь математика, физика, химия. Они представлены в виде под тем, каждая под тема. Основные разделы математики или химии или физики делятся на под темы. Под темы имеет каждый урок. Урок состоит из нескольких элементов. Вот, допустим, первый элемент. Мы не привязываемся к учебнику или конкретному классу, поэтому определенные темы можно будет изучать в разных классах, на разных уровнях, более углубленно, более как введение. Это программа урока. Следующий элемент состоит уже из анимационного фильма, который около минуты 45 секунд дает представление о теме. После видеоурока представлено упражнение, которое можно решать как в классе, так и самостоятельно. Можно проверить решение задач. Проходим на следующий урок. И по математике, и по физике, и химии аналогичный сценарий. Следующим предметом, вот мы сейчас находимся на интерфейсе сайта, находится на казахском языке, поэтому здесь есть предмет казахской литературы, именно для казахских школ, которые охватывают все произведения, которые обучаются по предмету казахской литературы, озвучены полностью. То есть, если это 170 авторов, более 630 произведений. Поэзия, проза, драматургия, международная литература. Вот седьмой класс, поэзия, проза, халгауза одиета, щит и ляди бьета. Вот, допустим, если по прозе. Открываются те именно разделы, которые в этом классе проходят. Если это, допустим, Балуан Шулак, мы открываем урок. То есть, наши художники, анимационная студия, обрисовала, значит, краткое содержание данного произведения, представленного в количестве 10-11 картинок, чтобы дать визуальное представление об этом произведении. И это краткая аннотация самого произведения, и идет сам аудиотекст. Озвучку производили классики казахского радио. Это Саух Жаханова, Тадас Утибаев, Мерлан Унирбаев, Дана Наржигет и так далее. Актеры драматического театра имени Уэза в Алматы. Поэтому очень профессионально здесь сделаны, на нашей студии охватывают всю школьную программу по казахской литературе. Следующий предмет, это мы называем его виртуальные лаборатории или симуляторы. Это те вещи, которые нужно показать ребенку, но невозможно в связи с тем, что в некоторых школах, обычно в отдаленных, не бывает лабораторных принадлежностей. Поэтому все это позволяет делать цифровая технология. Мы совместно с университетом Колорадо Болда разработали данные симуляторы. Они представлены в виде флеш-технологий. Каждый предмет по физике и по химии, очень большое количество симуляторов. Я бы хотел вам показать по биологии. Называется здоровый образ жизни. То есть ребенку объяснить, что такое, как правильно питаться, как правильно заниматься спортом. Этот симулятор, вот вы видите его, мы здесь основные данные, можем английские измерения или метрические измерения, выбрать женщина или мужчина, возраст, определить этой модели, значит, рост, вес, жир и задать симулятор. Мы его запускаем, идет у нас продолжительность времени, в годах измеряется. Мы начинаем, если не кормить, будет голодание, поэтому мы его кормим. Здесь у нас показано, сколько он должен потреблять, примерно сейчас потребляет в килокалориях, и сколько сейчас вот это данное питание. Если мы ему даем, вот, да, больше, да, поэтому он будет, да, будет вполнение, ожирение. Мы добавляем ему спорт, разное питание. Каждое питание имеет свое измерение в килокалориях, поэтому ребенку очень понятно, как у него будет работать сердце. Вот здесь уровень сердца показан, значит, сложность и мощность сердца и нагрузка на сердце, поэтому можно прям визуально показать ребенку, как это делается. Кроме того, здесь очень много уроков, и они делятся на два формата, Java и Flash. Многие запускаются онлайн, но большое количество можно скачать, то есть они скачиваются с компьютера, поэтому закон Архимеда, вот, допустим, он Flash запускает сразу же с сайта, а все остальное я вот запустил с компьютера. Поэтому визуализация и электрических цепей, создание электрических цепей, все химические реакции можно будет показывать детям здесь. Здесь вот закон Архимеда, мы можем выбрать, какой, значит, материал мы используем, одинаковая масса, одинаковые объемы, одинаковая, значит, плотность, и уже ребенку объяснить, как они взаимодействуют, то есть саму суть закона Архимеда. Они представлены по предмету виртуальной лаборатории физика, химия, математика, значит, биология и география. Следующая группа предметов у нас, это образовательные фильмы, мы делаем по заказу Министерства образования и науки для транслиляции на телеканале «Блем, Джанимед, нет», состоят из нескольких разделов, это обучающие фильмы, познавательные фильмы и анимационные. Здесь мы пока не поделили по предметам, но мы собираемся, многочисленные просьбы учителей, поделить их по предметам, потому что здесь есть неохваченные предметы, которые по истории, по информатике, допустим, мы еще разрабатываем, пока их нет здесь, но вот видеофильмы, о них уже есть, поэтому, что такое Википедия, что такое ООН, и так далее, исторические темы, я вам один покажу, вот, допустим, «Аральское море», «Аралтингзе». Фильмы выполнены в формате HD, очень высокого качества, хронометраж от 5 до 10 минут. Мы используем архивные видео, анимационные студии, реставалы анимации, если есть классные уроки, можно использовать, что такое экспо, толерантливый, тегенымызны, казаханды, мангелый гел, деген тақырыптыр, арылған анимацийлық фильмдер, классы агатынан пайдалануға болады. Бұл фильмдер, кәзер біз қазақ тілі бөлімде болған, қазахша, на интерфейсе, где на русском языке, это будет все на русском языке доступно. Это все, сейчас, что я показал, это называется ресурс blimland.kz. Следующим нашим ресурсом является iMICTEP. iMICTEP – это программа для курса начальной школы, для казахскоязычной школы с казахским языком обучения. 8 предметов, которые преподаются в начальной школе, для них созданы анимационные фильмы, 170, более 170 анимационных фильмов и упражнений по каждому уроку. То есть, если мы выбираем Adibette Goku, тоже не делится на классы, потому что делится на подтемы. Adibette Goku, подраздел «Halq, Auzadebi» это «Akhun, Jadushlar, Sharmash, Jumas». «Akhun, Jadushlar» Заходим, здесь уже открывается уже третье уровень под темой, уже каждого автора можем по отдельности. Давайте, Мухтар, вырезок. Открывается окошко анимационного фильма, а также здесь упражнения для выполнения после просмотра анимационного фильма можно с ребенком как в классе, так и в домашних условиях. Фильмы сопровождаются субтитрами, можно включить субтитры, можно выключить. Хронометраж тоже небольшой, вот от 5 до 10 минут. Мухтар ауезық еңлік кебек. Трагедия. Аланаға трагедия деген не? Трагедия өмірдегі бір ауыр шағдайды адам басындағы түйен кезеңді баяндайтын шығарма. Көбіне трагедияда негізгі кейпкер қазаға шығайсы. Кандай аянышты? Сен спектаклды көрмей жатыба қазырден жылайын деп тұрсын, ой. Сен үшінде қабарландыру жасау керек шығарды? Кандай қабарландыру? Бұл пьес ана алғаш рет 1917 жылы қойған келде дайлауда екі кейзейді бір-бір метр кестіреттігі бір үйді сақына ал екіншейді әртістер дайындалатын көлмей ретінде пайдаланған екен. Сонда спектаклды кейзейде қойған ба? Әй-я! Сонда спектаклдеген әрсені алғаш көріп отырған қалыққа қазыр мұлтыға тылады. Аяға ора елдер, балалар шошмасын. Бұл ойын деп қабарлап тұрған екен. Бұл ойын дәріп отырған қалған 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 қал После каждого анимационного фильма есть упражнение, которое можно делать с ребенком. Выбрать один правильный ответ, заполнить пустое место и написать свои ответы, как эссе, краткое написать уже с использованием компьютера. Здесь получается охват по всем основным восьми предметам. Он доступен онлайн и с использованием интерактивной доски. Следующим ресурсом мы хотим представить вам это ITest, тренажер для подготовки к ENT. Он разработан на двух языках, казахском и русском языках. Охватывает все 13 предметов, которые представлены в ENT. Сейчас у нас в планах разработка дополнительных предметов, которые не входят в ENT, но в школьной программе присутствуют как технологии, труд. К нам приходят учителя по НВП, физкультуре, поэтому мы для них тоже дополнительные тесты. Можно пройти тест по отдельности, то есть если мы на историю Казахстана переходим, он представлен по классным 6, 7, 8, 9 классы. Если мы переходим на отдельный класс, то есть темы, которые проходят по учебной программе. Мы по учебной программе 6 класса появление древнейших людей можем перейти к конспекту, где дается опорная такая лекция и дополнительные вопросы, на которые необходимо обратить внимание ребенку. И можем пройти тест раздела. Тест раздела включает 10 вопросов. Вот окошко открывается. Мы отвечаем на вопросы. Завершаем, допустим, тест. И у нас выходит окно, показывая наши правильные и неправильные ответы, а также здесь, который ответ правильный. Но самое важное, что мы называем его тренажером, потому что он дает вам не только правильный ответ, а также объясняет, почему он правильный. Если это история Казахстана, то это контекст, то есть не просто цифру запомнит ребенку, а в каких обстоятельствах это происходило. Если это языки, казахский, русский, английский языки, то правила этого языка. Если это математика и физика, то это не просто решение, ответ, а именно путь решения задачи. Поэтому мы его называем тренажером. Мы можем сдать полный ИНТ, полный ИНТ, 4 обязательных предмета и 1 на выбор. Переходим на полную сдачу ИНТ, открывается окошко с 25 вопросами. Можем выбрать предмет, который нам в первую очередь удобен, как ребенку для подготовки к реальному ИНТ. Идет отчет времени 3 часа. Если ребенок готовится дома, то он может 3 часа, это управление своим временем. Это главный навык во время ИНТ. У каждого человека есть личный кабинет, в личном кабинете он может увидеть свой прогресс. То есть если он начинается готовить с сентября, то есть к марту какой у него будет результат. То есть он должен видеть динамику. Если это учитель класса, он может видеть динамику всего класса. Если это директор школы, он может видеть динамику уже по всей школе. И если это управление образованием или отделом образования, он уже видит по всем школам района. То есть мы такую статистику предоставляем. Сейчас пока доступа самому учителю здесь нет, мы предоставляем такой отчет по мере. Вот мы здесь видим динамику, потому что мы тут показываем демонстрационно. Поэтому здесь она такая низкая. Можно в разрезе предмета, в разрезе среднего лучших, худший балл и в разрезе каждого предмета. История тестов, когда мы что сдавали, сколько мы по этому тесту получали. Это три основных ресурса наших. Следующий ресурс называется Твикблем. Это британский ресурс англоязычный. Мы его локализовали на казахском и русском языках. Основная задача его подготовка ребенка к реальной жизни, то есть по развитию функциональной грамотности. Он представлен в формате трехминутных видеофильмов по материалам BBC. Если мы выбираем биологию, он тоже предмет естественно научного цикла. Адам Дениса, он на трех языках, на казахском и русском языках. И мы можем легко переключиться, слушать на одном из трех языков и субтитры включать тоже на любом, который нам. Субтитры создавал DimaTorzok Видеофильм открывается он трехминутный. Вот сейчас он на казахском языке. Субтитры можем включить на одном из представленных языков. А также можем выбрать качество видеофильма HD, высокого качества, среднего качества, в зависимости от интернета, который есть на данный момент. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также мы в этом году хотели бы для Восточно-Казахстанской области предложить подключение 11 классов, потому что сейчас идет подготовка к ЕНТ, поэтому если школы решат подключиться к данным ресурсам, то 11 классы тоже будут включены, им будут розданы пароли доступа к ресурсам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы в 2011 году создали такой общественный фонд Викибелем, группа молодых ребят. Фонд Викибелем развивал в свое время Википедию на казахском языке. Сейчас уже более 200 тысяч статей на казахском языке в Википедии есть. В прошлом, в 2014 году включили казахский язык в мировой сервис по переводу Google Translate. И в 2012 году началось создание казахстанской открытой библиотеки. Он бесплатный, некоммерческий для всех, кто пользуется им и для авторов, которые предлагают свои учебники, материалы для размещения в данном ресурсе. Здесь представлено более 10 тысяч книг в формате EPUB, то есть их можно читать на смартфонах, на телефонах. Все классики казахской литературы или переведенные классики мировой литературы уже доступны данным ресурсам. Можно их читать как в онлайне, так и оффлайн, потому что есть мобильное приложение при помощи компании KSL. Мы создали мобильное приложение только в конце декабря. Оно уже доступно, сейчас новая версия готовится. Здесь есть все книги, которые представлены. Еще один ресурс – это аудиокниги. Здесь аудиокниги программа расширена, чем та, которая была представлена вам на ресурсе Belimland. Здесь больше, шире школьные программы аудиокниги. И здесь есть, допустим, для подготовки к школе, детям, которые дошкольного возраста, Ирти Гатендаев называется, мы записали специальные сказки Ирти Гатендаев. Можно будет их использовать по разным жанрам. В начале января мы запустили еще один проект по развитию казахского языка. Это Дроссу и Лейк, это подкасты тех часто допускаемых ошибок в разговорной речи нашей в казахском языке. Поэтому с Институтом языкознания имени Ахмеда Байтурсынова здесь более 80 подкастов. Можно будет тоже их использовать по предмету «Казахский язык и литература». Мы совместно с данным институтом в свое время создавали электронную версию 15-томника «Толковый словарь казахского литературного языка». Казаха деби тілінің түсіндірмесі сөздігі 15-томдығы болған, соның электроннуюсқасы тұр. Казахский язык оршалдырмалар мен, казахский этимологиясын, антоним, синонимдерің қосатын, үлкен сөздік жасау ойымызды бар, жоспарымыз биылдыққа. Сонықтан бұл сөздік әлдамцыт. Есть такая всемирная платформа TED.com. Кто изучает английский язык, могут изучать английский язык на данной платформе. Она работает с 1984 года, с 1984 года. Все мировые идеи были представлены данной платформе, и мы в 2012 году впервые за всю историю данной конференции, TED-конференции, получили разрешение на дублирование именно звуковой дорожки на казахском и русском языках. И мы его транслируем на телеканале Блэмшанемеднет. Сейчас все ресурсы, которые были переведены, TED, они доступны здесь на сайте Ктепкизы. Самый ведущий, сейчас вы, наверное, в курсе, есть такой ресурс Академия Хана, где по математике доступны Билл Гейтс, Альберт Корпф. Все они интересные идеи в образовании тоже представлены здесь, можно их послушать и дать ребенкам. Главная задача – это вдохновление на что-то лучшее, изменить что-то к лучшему. Поэтому TED расшифровывается как Technology, Entertainment and Design. Мы можем его перевести как наука, технологии и культура. В каждый год проходят конференции TEDx Астана, TEDx Алматы в Казахстане, TEDx Назарваев университет и так далее. Вот раздел «Видео». Мы собираем видеоархивные из Золотого фонда казахского кинематографа как документально-художественные фильмы, которые были доступны РТРК «Казахстан». Здесь есть лекция Тухпанова, режиссера. Лекция Альки Маргулана в 60-х годах, которую он давал. Лекция в 80-х годах Мухтара Магауина про книгу «Алла Сапран». Здесь есть фильмы про Дину Нурпейсову, Тулигена Мумбекова и так далее. То есть есть мультфильмы для детей, если кому интересно. Алдар Кусе полностью здесь находится. Музыка, раздел «Музыка» мы собираем по соглашению с авторами все музыкальные наследия казахского народа. Здесь есть песни, «Ки», «Жр», «Терьме» и последний сборник «Шахнама» Турмагаммета Сливова в Казахстанской области. Полностью с авторами есть все с соблюдением авторских прав. Поэтому если есть люди, которые хотели бы, чтобы их произведения были загружены на данном портале, мы можем это сделать бесплатно для автора и бесплатно для всех пользователей Казахстана. И новостная лента. Здесь специальные статьи с интересными людьми, которых, может быть, знаете, журналисты Жулуза Абдельда, в свое время Расалаш, была Махпал Жамбай, продюсер телеканала «Балапан» и вот наш координатор Нурбек. Здесь интересное интервью мы берем с людьми. Сейчас пока собираются книги по художественным направлениям, но главная идея – это создание открытых знаний, открытой науки. Open Science называется такая инициатива, поэтому мы научные книги тоже будем собирать, они в открытом доступе, можно пользоваться. Четыре ресурса. Данные ресурсы активно используются тоже на Зарбаево-Интеллектуальной школе для преподавания именно казахского языка и литературы. У них есть такой проект «Сто книг», который должен прочитать ребенок, ниша, поэтому они пользуются активно данным ресурсом. Все, что хотел вам рассказать. Все ресурсы прошли экспертизу Центра учебник и рекомендованным Министерством образования и науки для использования в средней школе. Прошли отзывы, имеются от ИПК Урлеу и от Национального центра тестирования, и сейчас уже на рассмотрении в Академии Немня Алтанцарина. Спасибо за внимание, все, что хотел сказать. Спасибо. Если будут вопросы, я буду рад ответить. Спасибо. Пожалуйста, есть вопросы? Микрофон включить, Айгульки-паткет? Салимистер Бей, Джармаузан. Салимистер Бей, Джармаузан. Спасибо. Спасибо. Это еще вопрос. Вячеслав Михайлович, пожалуйста. Можно показать возможности вашего проекта, согласитесь? Для всех учителей, неважно сколько учителей этой школы и 11 классов, то есть включая, вот мы в этом году включаем и 11 классы тоже к этой системе, чтобы был кабинет по подготовке КНТ, можно было замерять и измерять. В эту сумму входит, что наши тренера приезжают в школу, обучают учителей пользоваться данным ресурсом, проводят в течение года вебинары и семинары дистанционно. Существует наш метод-кабинет, который работает с каждым учителем индивидуально, потому что идет регистрация через электронную почту, поэтому если он предметник, ведет только по физике, ему остальные предметы не нужны, с ним будут работать методисты именно по физике. Ему будут направлять учебные планы, те, как используются в разных школах, лучшие примеры использованные в помощь учителю. Идет каждый год у нас конкурс «Учитель-новатор», в этом году он уже второй этап, призовой фонд, мы поставили миллион тенге, поэтому каждый год учителя участвуют в нем активно. И в течение года мы предоставляем всю статистику, всю отчетность директору школы, активность использования и результаты по ИНТ, по тестам. В тренинг, который мы приезжаем, который пока учителям сработаем, включаются самые элементарные вещи, начиная с электронной почты, создания электронной почты и как им управлять, и заканчивая уже более сложными вещами по требованию учителя. То есть, если в школах хотелось бы, чтобы более усложненный, глубокий тренинг был, мы готовы такой тренинг тоже произвести. Да, это включается в сумму 190 тысяч тенге. То есть, в феврале вы сейчас заключите договор, и сразу же представители компании приезжают и делают для вас обучение. Это без проблем, через сайт, на сайте можно подключиться. А 500 тысяч тенге это было озвучено по ресурсу именно Твикбелем, который по развитию функциональной грамотности, он британский контент, поэтому лицензионные там сборы другие, он отдельно идет. И он подключается только для школы индивидуально, к нему нельзя будет подключиться. Спасибо. Спасибо. У районов, городов. Тогда большое спасибо всем за участие в сегодняшнем селекторном совещании. Если у кого-то будут предложения, направляйте в Центр новых технологий по поводу контента Белемленд или Твик. И мы дальше будем вести переговоры с Белем медиагруппой. Рахмет, сау, бонусдар. Спасибо. 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 Спасибо.